Достигай Израиль и весь мир Шалом! Мир и благодать всем вам, дорогие! Дорогая, я так рад, что ты сегодня здесь, и я очень рад, что ты мой партнер по жизни. Мы можем вместе противостоять трудностям и поддерживать друг друга. Ты не могла бы помолиться сейчас за всех наших женатых телезрителей? Пусть Господь укрепит наши браки и научит нас ставить своих жен или мужей выше себя самих. Пожалуйста, помолись сейчас за всех. Господь, я благодарю Тебя за каждую семейную пару. Ты свел их вместе. Ты объединил их. Когда мы клянемся друг другу верности, Ты почитаешь эту клятву. Прошу Тебя, Отец, помазывай эти пары. Дай им свою благодать и дар безусловной любви друг ко другу. А также принеси единство и тесную связь во имя Твое всем семейным парам. Мы также благословляем всех неженатых и незамужних. Павел говорил, что он рад тому, что он неженат. Он считал, что лучше быть неженатым, потому что так можно посвятить себя Богу полностью. В браке вы или нет, Бог благословил вас. Мы любим вас. Пусть Бог благословит вас. Привет вам от нашей команды. Шалум Алейхам. Мир вам, дорогие. Добро пожаловать на третий сезон мессианских пророчеств. Это уже четвертый эпизод третьего сезона. Я рекомендую вам посмотреть прошлые выпуски. Все выпуски вы можете найти на нашем веб-сайте. Это очень важная тема, потому что мы должны быть укоренены в Слове Божьем. Когда мы видим, что Иешуа, единственный из всех, кто жил на земле, подходит на роль Мессии, это помогает нам твердо стоять в современном мире, который больше не следует за библейской верой и Божьей истиной. Апостол Павел писал, что в последнее время многие отойдут от веры. А всякий, кто будет проповедовать другое Евангелие, пусть будет проклят. Но в современной культуре столько компромиссов, что люди уже не видят разницы между истинным и ложным Евангелием. То есть мы должны быть укоренены в Слове Божьем. Один из распространенных обманов, который проник даже в некоторые церкви, это утверждение о том, что не всем нужен Иисус. Некоторые люди верят в Иешуа, поклоняются Ему, но при этом говорят, кто я такой, чтобы навязывать свою веру другим людям? Я уважаю все религии. Если бы они действительно верили в то, что говорит Библия, например, Иисус сказал, если не поверите, что это Я, то умрете во грехах своих. Если бы они действительно верили в это, то знали бы, что им нужно рассказывать другим об Иисусе. Не все пути ведут к Богу. Иисус сказал, что узкий путь ведет к жизни, и лишь немногие находят его. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Понимание происхождения вашей веры и ваше утверждение в ней помогут вам оставаться утвержденными в той вере, которая была однажды передана святым. Перед тем, как перейти к нашей теме, я хотел бы сказать еще одну мысль. Писание говорит, что в последнее время, перед возвращением Иисуса, ситуация в мире будет такой темной, что даже избранные могут быть обмануты. Как можно избежать такого обмана, будучи укорененными в написанном Слове Божьем? А вот почему так важно понимать мессианские стихи, и то, что Иешуа — это единственный возможный мессия. Понимание того, что такое истина. А истина определяется не тем, что диктует нам культура, или тем, что говорят о людях. Истина определяется Словом Божьим. Итак, давайте продолжим говорить о мессианских стихах. Мы говорим о том, что только Иисус подходит на роль мессии. На прошлой неделе мы говорили о том, что Писание предсказало, что мессия придет через род Авраама, Исаака и Иакова, а затем через сына Иакова, Иуду, который стал главой колена Иудина. Современные евреи являются потомками двух из двенадцати колен — Иуды и Вениамина. Поэтому, если вы сегодня повстречаете еврея, то он родом либо из колена Иуды, либо Вениамина, которые сформировали Южное Царство. Северное Царство было фактически потеряно, и сегодня их называют потерянными коленами Израиля. Итак, мессия должен был прийти через колено Иуды. А вот откуда произошел термин «иудей». Поэтому, говоря «иудей», вы говорите не обо всем Израиле. Иудеи стали символом Израиля, потому что основная масса жителей современного Израиля произошла из колена Иуды и небольшой части колена Вениамина. Об этом мы говорили на прошлой неделе. А сегодня мы пойдем дальше и еще детальнее разберем родословную мессию. мессия должен был прийти из колена Иуды и из рода конкретного человека, патриарха и великого царя Израиля Давида. Мы посмотрим с вами на книгу Иеремии. Предлагаю вам открыть 33 главу, 14 и 15 стихи. Речь идет о Давиде и о том, что мессия придет через его род. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилево и о доме Иудина. Израиль — это северное царство, а Иудея — южное. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле». Иеремия написал много всего о Новом Завете и о том, что произойдет, когда придет мессия. Он написал, что мессия начнет Новый Завет, а Бог обрежет наши сердца через мессию. И этот Новый Завет будет запущен кем-то из рода Давида, кто принесет праведность и справедливость на землю. Иисус сказал о себе, что он потомок Давида. Но перед тем, как посмотреть на слова Иисуса, давайте посмотрим, что сказал Иезекииль, это 34 глава, 23-24 стихи. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Итак, давайте разбираться. Когда Иезекииль писал это, Давид, о котором говорит Библия, Давид, царь Израиля, был уже мертв. Его уже давно не было в живых. То есть слова Иезекииля написаны уже после жизни Давида. Тогда о ком же пишет Иезекииль? Еще раз подчеркну, что Иезекииль жил во времена после Давида. Послушайте его слова еще раз. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Хотя Давид уже давно умер. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Тогда о ком же говорит Иезекииль? о древнем царе Израиле, который был отцом Соломона. «Вот об этом Давиде? Неужели он вернется и снова будет царствовать?» Конечно, нет. Иезекииль говорит здесь об Иешуа, который сам называл себя потомком Давида. Послушайте слова самого Иисуса из книги Откровения. Это 22 глава, 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я истинь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть Иезекииль использует имя Давида как код для Мессии. Иешуа пришел через Давида Мелеха, царя Давида, через его рот. Давид был прообразом Иешуа. Иными словами, Давид Мелех, царь Давид, правил Израилем, но Иисус перенял эту миссию и перевел ее на совершенно новый уровень, став вечным, божественным царем Израиля. А вот почему Иешуа сказал, «Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть Иезекииль говорил о потомке Давида, о самом Иешуа, вот почему я говорил, что иногда мессианское пророчество это скорее искусство, чем наука, скорее музыка, чем математика. Нам нужно понимать мысли сердца, которое писало это под вдохновением Руаха Кадоша, Святого Духа. Иешуа исполнил историю Израиля, ровно как и Давид уничтожал другие царства, чтобы в конечном итоге царская мантия оказалась на Иисусе, так и в представлении Иезекииля придет потомок Давида, который будет править нас вечно. Я напоминаю, что в то время Давид уже давно умер, и Иезекииль не писал о его реинкарнации. Он говорил о будущем, указывая на Иешуа, который сказал в книге Откровения, «Я приду, я потомок Давида, я тот, о ком говорил Иезекииль». Иезекииль. Аллилуйя! Поднимите руки и давайте прославим Бога. Этого человека послал сюда Бог, чтобы благословить вашу жизнь. Поднимите руки и поприветствуйте его. Я получил очень интересный отклик, когда начал учиться о медной умывальнице. Я рассказывал, что медная умывальница была сделана из зеркал женщин, которые служили у входа в скинье. Каждый день священник должен был умываться в этой медной умывальнице. Когда священник наклонялся над умывальницей, он видел свое отражение. Идея в том, что когда мы видим себя через призму Святого Духа и соглашаемся с тем, что Он нам показывает, мы омыты и очищены изнутри. Разве вы смотрите в зеркало на кого-то другого? В зеркале вы смотрите на себя. Не так ли? Говоря о скинье и зеркале, Он сказал, перестаньте винить других. Эти слова изменили мое мышление. Они изменили всю мою жизнь. Сейчас мы немного отойдем от темы. Важно понимать, что в Евангелии от Луки в третьей главе сам Лука отслеживает родословную Иисуса до Давида, но делает это по линии матери Иисуса Марии. Что в этом любопытного? Просто в древности род отслеживался по мужчине, так как тогда было патриархальное общество. Иными словами, происхождение ребенка определялось по отцу. Например, Моисей женился на Модианитянке, то есть нееврейке. Но дети Моисея все равно были евреями, потому что Моисей был евреем. То есть, происхождение определялось по мужчине. То же самое мы видим в остальных примерах из Библии. Происхождение и род ребенка всегда определялись по отцу. Недавно мы говорили с вами об эфиопских евреях. То есть, в Эфиопии была большая группа людей, которые практиковали иудаизм и называли себя евреями. Израильские власти изучили эту группу людей и определили, что эти люди были из колена данных. Их перевезли в Израиль и признали их гражданами Израиля. Эфиопские евреи считают, что их праатцами были Соломон и царица Савская. Царица Савская не была еврейкой, но Соломон был евреем. Это еще один пример того, как происхождение ребенка определялось по отцу, потому что еврейкой была не царица Савская, а Соломон. Эти люди считают себя его потомками. Но в современной культуре и в современном раввинском иудаизме еврейство ребенка определяется не по отцу, а по матери. То есть ребенок считается евреем, если его мама еврейка. И существует много споров по этому поводу и аргументов как за, так и против этого. Например, в моей семье оба родители евреи. То есть я на 100% ашкенасский еврей, потомок евреев из Европы. Но я считаю человека евреем в том случае, если хотя бы кто-то из его родителей евреи, неважно, мать или отец, потому что я вижу доказательства правоты обоих подходов. Но это было небольшое отвлечение от темы. А теперь вернемся к тому, на чем мы остановились. Мы говорили о том, что мессия потомок Давида. Мы видели подтверждение этому в словах самого Иисуса в книге Откровения и в Евангелии от Луки. Вот еще кое-что интересное. Если вы откроете Евангелие от Матфея, 22 главу, тут находится весьма интересный диалог между Иешуа и фарисеями о Давиде. Христос — это греческое слово, означающее «помазанный». Поскольку Бог хотел через Иешуа достичь весь мир, а самым распространенным языком того времени был греческий, Господь сделал так, что Новый Завет был написан на греческом. Итак, мы читаем, когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Я напомню. Мы смотрим с вами Евангелие от Матфея, 22 главу. Христос — это эквивалент еврейского слова «хамашиах», «мессия» или «помазанный». Иисус спрашивает фарисеев, а что вы думаете о Христе? «Чей он сын?» Ему говорят «Давидов». Напоминаю, что мы говорим о том, что Мессия пришел из рода Давида. И здесь мы видим, что евреи того времени ожидали Мессию и знали, что он придет из рода Давидова. Давайте прочитаем это еще раз. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе?» «Чей он сын?» Говорят ему, Давидов. Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом?» Когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он ему сын? Видите, как Иисус достает фарисеев? Он спрашивает, «Чей сын Мессия?» Они отвечают, «Сын Давида». А затем Иисус цитирует слова самого Давида из 109-го псалма. Когда Давид говорил о Мессии, Давид сказал, «Сказал Господь Господу моему». «То есть Бог Отец», сказал Мессия, «Посиди здесь, пока я не положу твоих врагов у твоих ног». То есть, как Мессия может быть сыном Давида, если Давид называет его своим Господом? Иисус намекает здесь на то, что Мессия не только рожден от человека, но еще он Бог воплоти. Этот вопрос настолько запутал фарисеев, избил их с толку, что в Библии сказано, что они больше не задавали Иисусу вопрос. Я в восторге от мудрости и гениальности Иешуа, когда читаю о том, как он вел себя на протяжении всей своей земной жизни. Но наше время подходит к концу. Мы говорили сегодня о том, как Иешуа пришел на землю, и как Бог по своей великой милости рассказал нам, как мы можем узнать Его. Он сказал, из какого рода придет Иисус. Писание говорит, что спасение есть только в имени Иешуа Хамашиаха, в имени Мессии Иисуса. Дорогие мои друзья, давайте будем смелыми в нашей вере в Иешуа. Мы живем во время политкорректности, когда главной идеей нашего общества является угождение всем. Наивысшая цель — это не оставить никого в стороне, никого не обидеть. Все говорят только о том, чтобы никого не дискриминировать и никого ничем не обидеть, но проблема в том, что для того, чтобы быть политкорректным и никого случайно не зацепить, нужно пойти на компромисс. Библия говорит, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Иисус сказал, «Если гнали меня, то будут гнать и вас. Горе вам, если все люди говорят о вас только хорошо, потому что так говорили и о лже-пророках». Лже-пророки пытались всем угодить и говорили только то, что приятно слушать? Нет. Единственный путь – это Иисус. Мессианское пророчество говорит о том, что есть только один Бог и только один путь, ведущий ко спасению. Наша миссия на земле – искать его и изменяться в его образ, а также смело проповедовать о нем. Когда мы расскажем о нем по всему миру, тогда он и вернется. Будьте смелыми и будьте его свидетелями. Шалом вам! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Я ва рехехе Яве ва ишмар и шмар и я эр Яве панав и леха ви ху не ха Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, Благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам Своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом Свидетельства Своего. Некоторые из вас чувствуют сейчас нечто необычное. Это Дух Святой. Если вы хотите пригласить Иисуса в свою жизнь, то заходите на наш веб-сайт. Там вы узнаете, как принять Его своим Господом, и Он даст вам новую жизнь. Заходите на наш сайт. Вы когда-нибудь чувствовали себя далекими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к Себе. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Когда я только принял спасение в 78-м году, я знал, что Бог суверенный, что Он творец, и Бог вложил в мое сердце любовь к Нему, но я не понимал, что Господь ждет, чтобы я отвечал взаимностью на Его любовь. Я обращался к Нему как к Богу всемогущему, но я не понимал того, что Бога трогает. Когда я по собственной воле принимаю решение любить Его, я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю Землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Если наше служение благословляет вас, если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвования, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача «Равина Шнайдера. Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. «Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса». Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова